Роман посвящается вам, дорогие читатели, а также моим верным помощницам Ире и Кристине, вдохновившим меня на эту историю. Часть первая. Он всегда казался нерешительным, мягким, безвольным человеком, для которого любое принятие решений виделось чем-то сродни душевной муки или потере почвы под ногами. Я была обголоском его прошлой жизни, острым розчерком пера, однажды испортившим цельную картину натюрморта, и долгое время он предпочитал не вспоминать обо мне. Первенец. Единственный ребенок. Дочь, рожденная в браке, который оборвался ночной аварией в то время, когда он еще мог любить. Так говорила бабушка, так полагала я, а как было на самом деле, не думаю, что когда-нибудь узнаю. Он бежал от меня как чумной, вспоминая о дочери лишь в короткие визиты к матери, и я всегда знала, что нелюбимо и нежеланно. Пустой формуляр человеческих отношений, который время от времени требуется заполнять вниманием. Коротким, как галочка или клик-окей. Клик-окей в ответ на осторожное «папа» и больше ничего. С тех пор у моего отца было много женщин, уютных домов и теплых компаний. Где-то далеко от меня, в больших городах. Но вот семья появилась значительно позже. Впрочем, когда я узнала о ее существовании, отец как раз успел отметить трехлетний юбилей своих отношений. Познакомься, Настя. Это Галина Юрьевна Фролова. Мой официальный директор, а в личной жизни — жена. Она о тебе наслышана. Здравствуй, Настя. Здравствуйте. А это сын Галины Юрьевны, Стас, твой сводный брат. Вы с ним почти ровесники. Стас лишь немногим старше, так что мы с Галей очень надеемся, что вы подружитесь. В ответ холодное молчание и мое робкое «Здравствуйте». В ту осень дожди лили непрестанно. В нашем северном городке не было никакой возможности избавиться от холодной сырости. Она проникала сквозь стены окна, забиралась под кожу и гуляла в крови хандрой пасмурного дня. Сначала заболела я, а после, когда погода расшалилась не на шутку, встречая прохожих ледяным ветром и снежным крошевом, с воспалением легких слегла и бабушка. В городе отца мы оказались вдвоем. Она в больнице, а я в новом красивом доме его семьи. Большом, просторном, неприветливом, так не похожим на нашу старенькую маленькую квартиру в городке. То, что этому дому никогда не стать моим, я почувствовала, едва переступив порог. Они стояли в холле, мать и сын, когда отец, выпустив меня из машины, распахнул дверь и ввел свою дочь в дом. Виновато, передернув плечами, стянул с шеи шарф, опуская сумку у моих ног. «Ну вот, Галя, мы и приехали. Моя Настя». Моя Настя. Это был первый раз, когда я провела почти два дня рядом с отцом. Пусть не в любви, но в относительной заботе с его стороны. И сейчас чувствовала, как под взглядом незнакомой женщины отец вновь отдаляется, улыбаясь ей куда охотнее, чем мне, своей пятнадцатилетней нелюбимой дочери. Мы с бабушкой всегда гадали, похожа ли новая жена ее сына на мою мать, на меня. Мне казалось, что да. Почему-то в это хотелось верить, глядя на родительские фотографии, где мать с отцом были еще молоды и счастливы. Но нет, действительность легко разрушила наши ожидания. Галина Юрьевна оказалась высокой, крупной и даже полноватой женщиной с взбитой копной блондинистых волос, с волевым подбородком и взглядом валькирии. Когда этот взгляд остановился на мне, серый, не мигающий, внимательно рассматривающий мое поношенное пальто, собственноручно связанную из старой бабушкиной кофты шапку и стоптанные в морозной слякоти нашего города сапожки, мне захотелось съежиться под ним в комок и расплакаться от чувства одиночества и чуждости этому дому и этим людям. Но вместо этого я раскашлялась, едва не потеряв сознание от неловкости и испуга за свою простуду, так не вовремя напомнившую о себе. «Стас, принеси Насте воды и помоги уже своей сестре раздеться, хватит стоять столбом». Я помню ту фразу, сказанную хозяйкой дома, очень отчетливо, потому что это был первый раз, когда я отважилась поднять глаза на своего сводного брата. Не от смелости, а от страха, что он действительно решится помочь мне. Этот взрослый темноволосый парень, чей ледяной взгляд больнее всего резанул с порога, и который я это чувствовала, видел меня насквозь. Он стоял босиком у ступени лестницы, сунув руки в карманы домашних брюк, и смотрел на меня холодными, неприветливыми глазами. «Всестре?» Темные брови взлетели вверх в искреннем удивлении. «Мать, ты шутишь? Не вздумай подобное сказать при моих друзьях. Батя, ты где ее откопал? Что, в приюте для беженцев прятал? У нее же взгляд побитого щенка». «Батя». Он называл моего отца батей, тогда как я боялась лишний раз к нему обратиться. Да, мой отец был тихим человеком, и потому промолчал, недовольно поджав рот. Затрещина, крепкая, увесистая и звонкая, прилетела сводному брату от его матери. А я все-таки расплакалась, потому что в этот момент поняла, как далеко отсюда мой дом. А еще, что мне абсолютно некуда идти. Он все-таки помог мне раздеться, брезгливо стянув пальто с худых плеч под напряженными взглядами родителей, негромко переговаривающихся в стороне. Думаю, в этот момент мой отец чувствовал себя так же неуютно, как и я. Но слова утешения предпочел сказать жене. «Сапоги сама снимай, я тебе не нанимался прислуживать. И вот это старье, что напялило, тоже. Моя мать не экономит на отоплении, а у нас сегодня гости. Не знаю, почему батя не побеспокоился». На мне был бабушкин кардиган. Практичный, теплый и совершенно немодный. В нем я выглядела особенно тощей, если учесть, что всегда была невысокой и щуплой. Но сейчас я бы ни за что не согласилась с ним расстаться. А потому только туже запахнула на груди толстый воротник, сняла сапоги и вновь уткнулась взглядом в обтянутую футболкой спортивную грудь сводного брата. Не в силах больше решиться ни на одно действие. «И хватит уже реветь, скелетина! Все равно здесь тебя жалеть некому!» Зло бросил на ухо, потянувшись ручкой к моей голове, сдернул шапку и заткнулся, когда по плечам рассыпалась непослушная густая копна темно-русых волос, а я подняла на него глаза. «Стас, покажи Насти, где у нас ванная комната, а после присоединяйтесь к нам с отцом на кухне. Ужин стынет!» «Спасибо!» «Пошли уже!» Гостей оказалось четверо. Семейная пара и двое детей-подростков. Парень и светленькая девчонка приблизительно моих лет. Да, вечер испытаний все еще продолжался. И Галина Юрьевна, увидев меня на пороге кухни за спиной своего сына, постаралась объяснить гостям появление чужого ребенка немного нервно и властно, словно ей кто-нибудь собрался перечить. «Настя, дочь моего Гриша от первого брака, вот поживет у нас, пока свекровь не поправится. У нас места много, а в нынешние времена ребенка одного в городе оставлять опасно. Мало ли что может случиться. По стаське своему знаю. Начудит быть здоров. Или еще ввяжется куда. В этом возрасте за детьми глаз да глаз нужен и контроль». «И что, Галя, ее мама даже не против?» спросила незнакомая женщина, и все за столом сразу затихли. «Нет у нее мамы, Вера, только вот Гриша и бабушка». Сегодня я понимаю, что подобный вопрос прозвучал бестактно. Что, держись, отец, увереннее возле жены, никто бы не осмелился его задать, а тогда... А тогда он ответил, словно дочери не было рядом, бросив на супругу короткий взгляд. «Да, Настя живет с моей матерью. Ей так удобнее. Родной дом, школа, друзья. Ну, вы понимаете. Пусть так и будет. Хорошо, хоть не сирота. Отец есть». «Да, есть. Это, видимо, понимали все, в отличие от меня. Но меня никто не спрашивал, и разговор за столом продолжился. Этот день был слишком трудным, очень долгим и тревожным за судьбу бабушки. Я просто не привыкла к подобному вниманию. Открытое и с виду дружелюбное, оно было равносильно пытке, и все время ужина я сжалась к углу стола, царапая вилкой пустой краешек тарелки, и куталась в кардиган, стараясь не смотреть в сторону незнакомых подростков и сводного брата, который не спускал с меня неприязненных серых глаз. Все закончилось часа через два, когда Галина Юрьевна, проводив гостей, одобрив суету мужа по уборке стола, сказала, «Как видишь, Настя, дом у нас новый, только два месяца, как отстроили и переехали. Не везде успели все устроить и сделать ремонт. Так что поспишь-ка ты пока в комнате Стаса. Спальня теплая, с компьютером и ванной комнатой. Думаю, там тебе будет удобнее всего». Я даже не успела удивиться, как сводный брат вскочил из-за стола, едва не опрокинув стул. «Что?» «Нет, мам, ты ведь не серьезно? Это же бред!» Голос Галины Юрьевны прозвучал неожиданно строго, так что даже я не усомнилась в ее решении. Еще как серьезно. «Ну блин, мама, это же моя комната! И мы комп, и ванная, и вообще! Там все мое!» «Поговори еще у меня, собственник!» «Постыдился бы перед сестрой!» «Да какая она мне сестра!» Еще одна затрещина удалась мачехе на славу, потому что сводный брат сразу же замолчал. «Да уж какая есть! Ничего, поспишь в гостиной на диване. Ты у меня парень не хлипкий, не развалишься». «Все равно комната моя!» Они стояли друг против друга, мать и сын. А я даже не могла спрятаться за спину отца. «Видно, недовоспитала я тебя, Стаська!» «Ты мне здесь истерики закатывать брось!» «Я этого не терплю!» «Так бы и взгрела Ахламона!» «Только перед Настей за тебя стыдно!» «В этом доме из твоего шкура натянутая на задницу!» «Только перед Настей за тебя стыдно!» «Только перед Настей за тебя стыдно!»